Доброе утро Мне очень радостно вас сегодня всех здесь видеть Что вы нашли время прийти и позаниматься йогой Меня зовут Женя Грант И я живу и преподаю йогу в США У меня есть 500-часовая сертификация по йоге И я приведу классы и участвую в программах по обучению учителей на йогу И вы, наверное, заметили немножко или заметите Если русский мой начинает быть немножко ломаным То, пожалуйста, не следите строго Я очень благодарна вам, что вы сегодня здесь И такая потрясающая возможность Очень благодарна этой возможности быть И преподавать йогу на этой конференции Это большая честь для меня Поэтому сегодня, как говорила доктор Уэллш Тема конференции это прана И я хотела бы посвятить сегодняшний класс движению праны И с юридической точки зрения приземлению вата доши Не только потому, что прана это более тонкая форма вата доши Но еще и потому, что сейчас наступает сезон осени Как все мы знаем, это сезон вата доши С холодной погодой, с ветрами И помимо этого, такие мегаполисы, как Москва Не важно, что у вас происходит на индивидуальном уровне А на уровне мегаполиса со стрессом, с информационным веком Неизбежно вата начинает подниматься Начинается на все более хаотичной Поэтому мы будем сегодня работать над праной И приземлять вату Как я была, как меня учили Это можно сделать несколькими путями Мы сосредоточимся на нескольких основных моментах сегодня Во-первых, это создание равномерного и ритмичного дыхания Так называемого самобритки Где вдох равен выдоху и равен длине совершаемого движения То есть это, в принципе, понятие венясы Венясы дословно означает Это то, что совершается в определенной последовательности То есть это то, каким особенным образом Мы соединяем наше дыхание, наше движение Второе, это мы будем использовать определенные асаны Которые в своей основе имеют приземляющую силу Чтобы потихомирить этот ветер, этот воздух Которого слишком много накапливается И третье, это очень часто Если вы практикуете арведу, вы, наверное, знаете Что вата имеет тенденцию локализоваться в районе плечей В районе лопаток, в виде напряжения в шее В виде мышечного напряжения И это то, что я вижу Студенты очень часто Скажем так, делают Когда они думают о том, что асана должна быть устойчива Они пытаются создать дополнительную устойчивость За счет слишком сильного сжимания мышц То есть вот мы сегодня попытаемся уйти от этой концепции Принести движение праны в более глубокие слои нашего тела То есть с уровня кожи и мышц Более глубоко к уровню костей и костного мозга Мы посмотрим, что за того получится Всегда есть хорошее намерение Ну, соответственно, будем делать так Как только можно Хорошо Поэтому давайте примем позицию удобную сидя Вы можете скрестить голени Вы можете либо в сухасане сидеть Либо ардавадмасана Где подъем одной ноги находится на сгибе бедра То есть главное, чтобы в этой позиции вам было удобно Неважно, где находятся ноги Ставьте руки на коленях И делайте, чтобы ладони смотрели вверх Закрываем глаза И чувствуем, как ладошки расслабляются И руки ваши становятся, как две пустые чаши Ваши седалищные кости упираются либо в подушку, на которой вы сидите Либо в коврик Становятся более тяжелыми Практически соединяются с землей И оттуда позвонок за позвонком Наш позвоночный столб начинает вытягиваться Вверх через макушку к потолку Плечи расслаблены Верхняя линия плечей абсолютно расслаблена Почувствуйте, как вес костей рук Расслабляет верхнюю линию плечей вниз И в это созданное пространство пригласите в свое дыхание Глубокий вдох через ноздри И начинаем смотреть, как дыхание проходит вовнутрь Через ноздри, заднюю поверхность горла Легкие задние, задние диафрагмы Вниз живота Живот расслабленный, где образуется естественная пауза На выдохе обратное направление Через живот Диафрагма, легкие Задняя поверхность горла И на верхней точке выдоха Естественная пауза Следующее дыхание Вниз, расслабленный живот И на выдохе обратное направление Равномерное, спокойное, глубокое дыхание Продолжайте в своем собственном ритме Перенестите свою осознанность Именно в то, как дыхание движется Вниз живота, где живот расслабленный Где образуется естественная пауза Старайтесь не задерживать эту естественную паузу Просто заметьте ее На верхней точке выдоха Вторая естественная пауза Обратите внимание на Текстуру своего дыхания Какая может быть температура У воздуха, проходящего через ваши ноздри Уходящего глубоко Углубь живота У меняется ли температура Когда вы выдыхаете воздух через ноздри Если внимание начинает рассеиваться То медленно его приведите опять К потоку дыхания К текстуре К температуре дыхания Эти две естественные паузы Которые образуются на нижней точке вдоха И верхней точке выдоха Может быть даже создаться такое ощущение Как будто создается некое пустое пространство В этих естественных паузах Где нет никаких ожиданий Нет никаких Впечатлений Эмоций Где есть только вы и ваше дыхание Эти техника медитации Называется медитация пустой чаши И доктор Лат Очень известный доктор Айурведа Использует ее для приземления Бата Доши Для культивирования праны Еще несколько кругов дыхания Продолжение следует... Отсюда соединяем ладони Вместе Около нашей груди И может быть даже большие пальцы Упираются в грудную кость То есть мы В буквальном И символичном смысле Соединяемся с Местом, которое йоги называют Это место, которое описывает наше сердце И они называют его Колыбель сознания Формируйте намерения для класса То есть что-то может быть, что вдохновляет вас В занятиях йогой Что-то, что вдохновляет вас В занятиях Айурведой Это может быть слово Это может быть Изображение Это может быть Описание вашего учителя Или изображение вашего учителя С этим намерением Опустите голову к своему сердцу То есть мы символично Приветствуем себя в практике И даем возможность Колыбели нашего сознания Сердцу Вести нас В нашей практике И на следующем вдохе Неравно поднимите голову Откройте глаза Доброе утро Мы расправим руки через стороны На вдохе поднимем руки наверх И на выдохе Правая рука поверх левой Мы соединим ладонь к ладоням Ладонь к кисти И на следующем вдохе Поднимем локти на уровень плечей Расслабьте верхнюю линию плечей И на выдохе Начинаем округлять спину И локти уходят в живот На вдохе Перекатитесь на переднюю поверхность Сидоричных костей Поднимите локти И на выдохе И на выдохе округляя спину Прижимаем локти к животу Старайтесь, чтобы движения дыхания и вашего тела совпадали Поднимаем на вдохе локти И на выдохе округляем И на выдохе округляем Вдох Локти поднимаются Верхняя линия плечей расправлена И на выдохе округляем спину Почувствуйте, как расстояние между лопатками расширяется Вдох Еще раз И на выдохе Мы раскрываем плечи И все то напряжение, которое мы держим Держим в районе плечей И мы начинаем мотивировать поток браны в этой области На следующем вдохе Вернитесь в центр Расправьте руки через сторону наверх Глубокий вдох И на выдохе Левая рука поверх правой Ладонь в ладони Или ладонь кисти На следующем вдохе Локти поднимаем Перекатываемся на переднюю поверхность седовичных костей И на выдохе округляем Вдох Поднимаем руки Верхняя линия плечей расправлена Выдох Перекатываемся на заднюю поверхность седовичных костей То же самое, как будто вы делаете коробу и кот Только в сидячем положении Выдох Обругляем спину Расстояние между лопатками расширяется Без напряжения Спина свободна от напряжения Еще два раза Обратите внимание на длину вдоха Длину выдоха И на естественные паузы Которые возникают На нижней точке вдоха И на верхней точке выдоха На следующем вдохе Принимаем нейтральное положение Расправляем руки через стороны И на выдохе заходим руки назад за спину Соединяем их в замок И обе руки приходят на левую сторону ваших ребер Теперь энергетически попытайтесь сдвинуть локти поближе вместе И избегайте тенденции выдачивать ребра вперед То есть соберите ребра вместе Вытягиваемся грудную костью наверх И на выдохе локти еще немножко ближе друг к другу Старайтесь не использовать мышечное напряжение для этого Почувствуйте как вес рук расслабляет верхнюю линию плечей Еще два дыхания здесь Может быть даже представляем как дыхание Проходит через заднюю поверхность сердца Заднюю поверхность легких Это расслабляет еще больше плечи вниз и назад И на следующем вдохе руки через стороны И на выдохе опять заводим их назад Собираем в замок И обе руки по правую сторону реберной клетки В выдох вытягиваемся грудной костью наверх И на выдохе энергетически пытаемся привести локти немножко ближе друг к другу В то же время нижний живот втягивается к позвоночнику Но дыхание равномерное, глубокое На следующем вдохе руки через стороны наверх И на выдохе мы перекатываемся через ноги Вытягиваем руки вперед на коврике И принимаем позу стола Убедитесь, чтобы ваши руки были под плечами И колени были под зедрами Начнем с короба и кот Точно так же соединяя дыхание на вдохе и на выдохе с движением Движение начинает копчик На вдохе поднимаем копчик наверх Выгибаем спину, вытягиваемся грудной костью вперед Чувствуем, как руки упираются в коврик И на выдохе копчик начинает движение Округляем спину Расстояние между лопатками увеличивается Вдох, вытягиваемся грудью вперед И выдох, начинаем движение опять-таки с копчика Распрываем расстояние между лопатками И еще два раза таким образом Это ритмичное соединение дыхания и движения Оно приземляет рассеянную вату-дошу И создает поток праны в организме Которая не блокируется в районе внутренних органов На выдохе округляем И мы увеличим амплитуду движения немножко Продолжая соединять его с дыханием На вдохе вытягиваемся грудной костью вперед И на выдохе мы начинаем опускать И расслаблять бедра к кистям рук Старайтесь, чтобы То есть бедра пока лежат на полу Старайтесь, чтобы живот втягивался к позвоночнику И на следующем вдохе Вытянитесь задней поверхностью груди наверх И на выдохе через позу стола Бедра уходят на пятки А лоб в коврик баласана В позу ребенка Вдох поднимает нас Опять позу стола Выдох опускает наши бедра к кистям рук Вдох раскрывает грудь И на выдохе через позу стола Опускаемся в позу ребенка Обратите внимание, что длина вашего дыхания равна длина движения Вдох обратно в позу стола Выдох бедра к кистям рук Оставляем руки где они есть Вдох открываем грудь И на выдохе бедра уходят на пятки В позу ребенка И еще два Таким образом Два круга Вдох через позу стола Выдох бедра к рукам Вдох раскрываем грудь И на выдохе обратно в позу ребенка И на выдохе обратно в позу ребенка И последний круг Вдох через позу стола Выдох бедра к кистям рук Вдох раскрываем грудь И живот прижимается к позвоночнику на выдохе в позу ребенка На следующем вдохе мы возвращаемся в позу стола Подгибаем пальчики ног И вытягиваем бедра наверх По адаму госванасану Собака смотрящая вниз И здесь Следуйте желаниям свое тело То есть Одну пяточку делаем более тяжелой Вторую более тяжелой То есть как будто вы выгуливаете собаку Высловно перевод будет так Чувствуете как костяшки всех ваших пальцев Становятся более тяжелыми Руки и кости рук вытягиваются Почувствуйте как кости голени упираются назад И верхняя часть костей бедер упирается назад и вверх То есть ваше тело по бокам становится более длинным И мы увеличим еще амплитуды движений Продолжая соединять дыхание и движение На следующем вдохе мы поднимаемся на цыпочки Вытягиваемся бедрами наверх И потом начинаем вес тела переносить на руки На выдохе мы опускаем бедра к рукам Но теперь бедра у нас не лежат на полу Перекатываемся через пальцы И на следующем вдохе раскрываем грудь Урдва-муга-сванасана Собака смотрящая наверх И на выдохе как будто кто-то вас подцепил за бедра И вытягивает назад и наверх Обратно в собаку смотрящую вниз Точно так же с дыханием на вдохе поднимаемся на цыпочки Переносим вес тела Чувствуете, как кости рук начинают держать тело На выдохе опускаем бедра и на вдохе раскрываем грудь И на следующем выдохе нижний живот прижимается к позвоночнику И мы вытягиваемся обратно в собаку смотрящую вниз Еще три круга таким образом Двигайтесь медленно И следите, чтобы движение соединялось с дыханием таким образом Что длина вдоха и выдоха была равна длине движения Вдох на цыпочке Окрепляем спину, переносим вес тела вперед Выдох бедра к рукам Вдох, открываем грудь И на выдохе обратно Таким образом мы не делаем чатарангу Это то, что обычно приносит намного больше Это движение приносит намного больше напряжения в плечевом поясе Таким образом мы приносим рану в район нашего таза Это забедренных костей и суставов Где в основном вата локализируется Еще раз на цыпочке На выдохе бедра уходят к рукам На вдохе раскрываем грудь Верхняя линия плечи расслаблена И на выдохе обратно в собаку смотрящую вниз Вдох возвращаемся в позу стола Мы раскроем колени Подвернем пальцы ног и начинаем идти руками к ногам В позу гирлянды Ваши пятки могут быть на полу или быть оторваны от пола В зависимости от того, какая структура костей у вас Соединяем ладони вместе в намасте И упираемся локтями во внутреннюю поверхность коленей Старайтесь почувствовать, как копчик у вас утяжеляется Удлиняется к земле Раскрывается грудь и верхняя линия плечей Очень мягкое и свободное напряжение То же самое дыхание, с которого мы начали Глубоко дышим, равномерно культивируем самовритий Добавим немножко динамичной работы здесь На следующем вдохе раскрываем грудь И на выдохе выпрямляем ноги И складываемся в утанасану Корпус подходит к ногам На следующем вдохе полуподъем наверх Руки на коленях И на выдохе складываемся в утанасану Раскрываем носки по сторонам На вдохе полуподъем наверх И на выдохе сгибаем колени И садимся на корточки поза гирлянды Вдох, руки упираются друг в друга Раскрываем грудь И на выдохе выпрямляем ноги И складываемся в утанасану Полуподъем на вдохе Вытягиваемся грудной костью вперед И на выдохе складываемся в утанасану Еще раз полуподъем наверх И на выдохе сгибаем колени И садимся на корточки Ритмичное движение Вдох, вытягиваемся грудной костью наверх Выдох, выпрямляем ноги Складываемся в утанасану На вдохе полуподъем наверх Руки на коленях И на выдохе складываемся в утанасану И теперь просто соединяем руки вместе Держим их близко к телу С нейтральной спиной На следующем вдохе медленно поднимаемся наверх Вытягиваемся пальчиками пальцев к потолку Чувствуем, как стопы у нас становятся более тяжелыми Более широкими, расслабленными И на выдохе руки через стороны Очень простая сурья намаскар Ноги могут быть вместе Либо на ширине бедер На следующем вдохе руки через стороны поднимаются наверх Так, спасибо И на выдохе складываемся вперед в утанасану Если вы не перешли в начало мата Пожалуйста, перейдите в начало мата На вдохе полуподъем наверх Руки на коленях И на выдохе складываемся в утанасану Сгибаем колени Левая нога делает большой шаг назад И левое колено отдыхает на полу На вдохе руки через стороны В позу полумесяца Верхняя линия плечей расслабленная На выдохе руки к полу И делаем большой шаг правой ногой назад Адаму госванасана Та же самая пеняса, с которой мы начали Собака, смотрящая вниз На вдохе поднимаемся на цыпочки Перекатываем вес тела вперед на кости рук Перекатываемся через пальцы Выдох, бедра к рукам Вдох, раскрываем грудь И на выдохе как будто наш живот тянет нас наверх и назад Обратно в собаку, смотрящую вниз Так же медленно, как ваше дыхание На следующем вдохе Поднимаем левую ногу наверх Вытягиваемся, расправляем пальцы ног Смотрим вперед Делаем большой шаг левой ногой вперед Правое колено на мат И на следующем вдохе руки через стороны Поза полумесяца Верхняя линия плечей абсолютно расслаблена На выдохе руки к мату Делаем большой шаг правой ногой вперед И складываемся в утонасу Обратите внимание, сколько напряжения В районе плечей, в районе сторон шеи Может быть, возьмитесь противоположными руками за локти И просто как будто водопад Ваши плечи расслабляются и опускаются вниз Еще два круга дыхания здесь У головы получается такое качество шивасаны То есть вот то же состояние в голове Когда мы лежим и расслабляемся в шивасане Находится здесь в утонасане Корень языка абсолютно расслаблен Челюсть расслаблена На следующем вдохе поднимитесь полуподъем наверх Руки на голенях И на выдохе в утонасану Ладошки соединяйтесь Нейтральной спиной На следующем вдохе поднимаемся наверх Вытягиваемся кончиками пальцев И на выдохе обратно в утонасану Вдох полуподъем наверх Руки отдыхают на голени И на выдохе складываемся Сгибаем колени и теперь делаем большой шаг Левой ногой назад Правое колено на мате Вдох полумесяц И выдох руки в коврик И делаем левой ногой шаг назад Адаму космонасана Такая же веняса На следующем вдохе поднимаемся на цыпочки Чувствуете, как вес переносится на кости рук Перекатываемся через пальцы Раскрываем грудь на вдохе И на выдохе нижний живот Прикасается практически к позвоночнику Такое же длинное, как ваше дыхание На вдохе поднимаем левую ногу вперед Наверх Смотрим вперед И делаем большой выпад левой ногой Правое колено на мате И даже правая голень упирается в мат Это создает ощущение устойчивости И стабильность Вдох Руки через стороны И на выдох руки К полу делаем большой шаг Правой ногой вперед И складываемся в утонасану Вдох полу подъем Руки на голенях И выдох складываемся Руки вместе Спина нейтральная На следующем вдохе поднимаемся наверх Раскрываем еще сильнее стопы И на выдохе руки через стороны Обратно в утонасану Согните колени И сделайте большой выпад левой ногой назад Руки на полу И левая пятка уходит в пол Для Вирабадрасы на второй Или Боина второго Обратите внимание Что правая пятка будет на одной линии С подъемом левой ноги И прежде чем мы торопимся Уже как бы найти нашу позу Пытайтесь обратить внимание Как вес всего тела уходит на заднюю ногу Расправьте пальчики ног Левая пятка на полу И на следующем вдохе очень легкий торс Поднимаемся Левая рука, правая рука Расправляемся Ладошки смотрят вниз Верхняя линия плеча абсолютно свободна От всяческого напряжения И мы смотрим поверх Среднего пальца правой руки Пригласите то же самое дыхание С которого мы начали Ваше тело То есть наблюдаем Как на вдохе Дыхание проходит вниз В нижнюю часть живота Обратите внимание Как квадрицепсы Правой ноги начинают Сокращаться еще сильнее Может быть Согните правое колено Еще сильнее Чтобы ваше поле не держало вес Ваши ноги И расслабьте квадрицепс немножко На вдохе Перевернутый воин Левая рука к левому колену Правая рука наверх Переместите свой взгляд На левую ногу Обычно мы начинаем Смотреть наверх И это нас делает Менее устойчивыми Но вся устойчивость Приходит из левой ноги Из костей Голень Берцовая кость Кости бедра Еще один глубокий вдох Вытягиваемся Левую Левый бок Нашего тела Немножко длиннее И на выдохе Обратно воина второго Выпрямляем правую ногу И поворачиваем правую ступню Так, чтобы мы смотрели На длинную сторону мата На выдохе Заводим руки назад за спину Стопы параллельны друг к другу И на следующем вдохе Удлиняется наш копчик И мы вытягиваемся Грудной костью наверх На выдохе Начинаем складываться Вперед Между широко расставленных ног И руки находятся над головой Барасаида Падатанасана Си вариация Глубокое дыхание Постарайтесь Принести свою осознанность К верхней линии плечей Корень языка И сделать его полностью расслабленным Что очень часто происходит Мы начинаем сжимать лопатки Очень сильно И за счет мышечного тонуса Мы пытаемся раскрыться еще сильнее Отпустите эту тенденцию И постарайтесь Сделать плечами Как будто они Как водопад Стекают вниз Челюсть расслаблена И только дыхание Движется равномерно и плавно Через внутренние органы Через позвоночный столб Голова полностью расслаблена На следующем вдохе Мы медленно поднимаемся В полуподъем И опускаем руки на пол Согните правое колено И поверните правую стопу Наружу на 45 градусов То есть колено Когда оно сгибается Будет направлено в том же направлении Что и пальчики правой стопы Согните правый локоть И упритесь им во внутреннюю поверхность Правого колена И на следующем выдохе Вытянитесь грудной костью вперед Мы останемся здесь Немножко на пару кругов дыхания В статичном состоянии И пытайтесь расслабить Мышечное напряжение в ногах Я не говорю о том Чтобы вообще не использовать мышцы Я говорю о том Что очень часто Мы слишком перенапрягаем мышцы И там где мышцы перенапряжены Останавливается движение праны Нижний живот остается расслаблен И позволяет воздуху Веркулировать свободно И на следующем вдохе Поднимаемся Поворачиваем правую стопу К началу мата Руки по обе стороны правой ноги И делаем шаг правой ногой назад И возвращаемся в собаку Смотрящую вниз И такая же веняса На следующем вдохе Мы поднимаемся на цыпочки Переносим вес тела на кости рук Выдох Опускаем бедра к нашим кистям Вдох Раскрываем руть И на выдохе Как будто кто-то нас тянет За живот За бедра Поднимаемся обратно В собаку смотрящую вниз Точно так же Так же длинно Как наше дыхание Поднимаем левую ногу назад И наверх Смотрим вперед И делаем большой выпад Левой ногой вперед То же самое Но на другую сторону Опускаем правую пятку на пол И обратите внимание Что левая пятка Будет на одной линии С подъемом правой ноги И прежде чем мы поднимемся Война второго Переместите вес тела Больше на заднюю ногу Мы обычно забываем Потому что у нас все органы чувств Находятся впереди И мы поэтому всегда думаем Передняя нога Передняя нога И потом Передний квадрицепс Уже плачет Очень громко Больше веса на заднюю ногу И легкий торс На вдохе поднимаемся То же самое Верхняя линия плеча Абсолютно расслаблена То есть мы не Как сказать Не проседаем в позу здесь То есть мы точно так же Вытягиваемся Но разница между Вот этим состоянием Если вы видите меня И вот этим расстоянием Состоянием Это разница Между этим супер напряжением В мышцах Трапециевидных мышцах В ромбоидах Сзади на спине И отсутствием этого напряжения Перевернутый бой На следующем вдохе Левая рука наверх Правая рука К правому колену И переносим свой взгляд На заднюю ногу Постарайтесь на вдохе Вытянуть правую Бок правое Ребро немножко На повыше И на выдохе Возвращаемся В воина второго Выпрямляем левую ногу И поворачиваем Левую стопу вовнутрь Так что вы Лицом находитесь К длинной стороне мата Руки заводим назад За спину Стопы параллельны Друг другу И точно так же Как копчик удлиняется На вдохе Мы вытягиваемся Грудной костью Полностью наверх Очень длинная Сторона Вашего торса И на выдохе Складываемся В брасолида Падатанасы Носи Если ваши стопы Параллельны Это может быть Один вариант Или другой вариант Носки внутрь И пятки наружу Обратите внимание Как вес тела Распределяется Между внутренней поверхностью пятки Внешней поверхностью пятки Если вы Прижимаете пальчики Слишком сильно К вашему мату Это все напряжение Старайтесь Расширить стопу Как только можете И точно так же Верхняя линия плечей Свободное Всякое напряжение Еще два круга дыхания Также С которого мы начали Следим за дыханием Которое уходит В нижнюю часть живота Где образуется Естественная пауза И в обратном направлении На следующем дохе Полуподъем наверх Опускаем руки на мат Изгибаем левое колено Поворачиваем левую стопу На 45 градусов Вовне И упираемся левым локтем Во внутреннюю поверхность Левого колена Раскрываем Сильнее еще бедра Здесь мы как раз Затрагиваем Отдукторы Наши приводящие мышцы Но старайтесь Чтобы Вот это вот Ощущение Раскрытия В бедрах Шло не от мышц А От Ощущения Гравитации В костях Еще два дыхания Здесь Обратите внимание Сколько напряжения По обе стороны шеи Может быть Челюсть напряжена И на следующем вдохе Поворачиваемся К левой стопе Левую стопу К началу мата Руки на пол И делаем Левой ногой Шаг назад На цыпочки Поднимаемся Та же самая Виняса Выдох Бедра К рукам Вдох Открываемся Собаку Смотрящую Наверх И на выдохе Возвращаемся Собаку Смотрящую Вниз На вдохе Поза стола Колени На пол И на выдохе Баласана Поза ребенка Бедра К пяткам И лоб На коврик Если вы потеряли Связь с дыханием В процессе Совершения Асан Просто медленно Переведите Свою осознанность Обратно К дыханию К плавному Равномерному Глубокому дыханию Которое Расслабляет И уходит Вовнутрь Приносит Циркуляцию Вовнутрь На следующем вдохе Медленно Позвонок За позвонком Приведите Свою Спину В вертикальное Положение И посмотрите На меня На секундочку Мы сделаем Еще одну Последовательность Постой Она приходит Шэдоу-йоги Шэдо-йоги Это йога теней Которую Мой учитель Преподает Она немножко Отличается От классического Выполнения Асан На следующем вдохе Вы из собаки Смотрящей вверх Смотрящей вниз Сделаете шаг Вперед Выпад И повернетесь В общем так же На ступе Чтобы вы Лицом были направлены К длинной стороне Мата Я просто вот так Буду показывать Несколько вариантов Выполнения Асан Руки могут Оставаться На полу Руки могут Быть приведены К голеням Самое тяжелое Это держать руки В районе Шиколоток На вдохе Начнем сгибать Правое колено Вытягиваясь Круди вперед И на выдохе Раскрывая Переферию тела Мы будем Приводить Грудную кость К поле Не вытянутой ноги На следующем вдохе Мы сделаем Переход на правую На левую ногу Очень низко Выдох Вдох Выдох Вдох Выдох Как будто Вы движетесь Через воду Это может быть У вас Не так низко Вариант Может быть Такой Руки На Марсе Сгибаем Колено И выдох Что происходит Мы открываем Переферию тела И приносим Циркуляцию Прана И воздуха В периферию То есть Как будто Вы движетесь Через воду Да? Нет? Может быть? Руки вперед Вытягиваем В позу стола И на выдохе Обратно В собаку Смотрящую вниз Просто почувствуйте Как кости Ног будут вас держать А не напряжение В мышцах ног На следующем вдохе Правая нога Поднимается на лев Делаем шаг Правой ногой Вперед И поворачиваемся На правой ступне Чтобы мы Лицом были направлены К длинной стороне мата Немножко Пят Стопы Приводим В нейтральное положение Параллельно Друг к другу И выберите Может быть Начните с руками Находящимися На полу На вдохе Сгибаем Правое колено Вытягиваемся Грудной костью Вперед И на выдохе Эту грудную кость Приводим Голени К прямой ноги На вдохе Переходим Низко Бедрами На другую ногу Сгибаем Левое колено Выдох Грудная кость К более непрямую ноги Вдох Переходим Соединяя Соединяя Своё дыхание С движением То есть Выполняйте В своём ритме Ещё несколько раз Пытайтесь почувствовать Как будто Вот это вот Ощущение движения Через воды Плавности Подвижности Отсутствие напряжения Может быть Это немножко Отличается От того Как вы Выполняете йогу Обычно Мне кажется Тем йогой И замечательно Что когда мы Исследуем Горизонты Новые Может быть Мы что-то Чему-то учимся На следующем вдохе Переведите ноги В нейтральное положение Выпрямляя их Поверните правую стопу К началу мата И в позу Полумесяца Опускаем левую колено На мат И руки Распределяем Через стороны Наверх И на выдохе Руки опускаются На мат И мы выпрямляем Правую ногу И немножко Вытягиваем Правую пятку Вперед Так, чтобы Левое бедро было Прямо Над левым коленом На вдохе Полуподъем И на выдохе Грудную кость Но полностью За спиной Свободно От напряжения Расслабляем Наше сердце Нашу грудную кость К правой голени Почувствуйте Как правая Седалищная кость Вытягивается К концу мата Даже бедренная кость Она становится Длиннее Дыхание Направлено По отношению К костям На следующем вдохе Поднимаемся Наполовину Наверх Сгибаем Правое колено Возвращаемся Чтобы мы Лицом были направлены К длинной стороне Мата Там же Где мы были Сейчас И еще Пару кругов Либо руки На полу Либо руки На голенях Либо руки На щиколотках Сгибаем Левое колено Вытягиваемся На вдохе Выдох Грудная кость Голени Вдох Переход На правое колено Выдох Грудная кость Голени Вдох Переход На левое колено Называется Скандасана Выдох Голени И на правое колено Вдох Выдох К левой колени На следующем вдохе Поднимаемся в центр, поворачиваем левую ступню к концу мады и тот же самый полумесяц, только на другую ногу. Правое колено уходит в пол и на вдохе руки через стороны поднимаются наверх и на выдохе обе руки приходят на коврик, мы выпрямляем левую ногу и продвигаем левую пятку немножко вперед, так чтобы правое бедро было прямо над правым коленом. Вдох, раскрываем грудь и на выдохе медленно расслабляем грудную кость, расслабляем сердце к левой колени. Пригласите то же самое дыхание, с которого мы начали, глубокое равномерное дыхание, которое уходит полностью вглубь живота. На следующем вдохе полуподъем наверх, сгибаем левое колено, на левой стопе поворачиваемся вовнутрь и опять с широко расставленными ногами мы смотрим на длинную сторону мата. Теперь руки опустите на пол и постарайтесь раздвинуть ноги шире. Не поворачивайте стопы наружу своими пальцами, то есть старайтесь держать стопы параллельно друг другу и раскрываем ноги настолько, чтобы мы не потеряли вот это вот ощущение единства, то есть чтобы нечаянно не соскользили в продольный шпагат. Это называется самоканаса. На следующем вдохе вытягиваемся грудную костью вперед и на выдохе начинаем сгибать локти и может быть либо у нас руки остаются под головой, либо левая рука вытягивается перед левой ступней и правая рука перед правой ступней. Может быть лоб упрется в мат, но если даже он не упирается, то это даже еще лучше, потому что вопрос в том, требует ли ваше эго того, чтобы лоб опустился в мат. Теперь переведите свою осознанность, свое сознание на верхнюю линию плечей и то же самое ощущение водопада, где плечи полностью расслаблены. Я знаю, что многие учителя говорят о том, чтобы мы сводили постоянно лопатки назад, но старайтесь избавиться от этого лишнего мышечного напряжения. Это то, где локализируется вата очень часто. Такое же глубокое дыхание. Почувствуйте, как кости ног воли не держат вас, а не напряжение в квадрицепсах. Еще два круга дыхания. И на следующем вдохе медленно, это ключевое слово, медленно поднимаемся на полу подъем, руки сводим под головой, поворачиваем правую ступню к началу мата, поворачиваемся к началу мата, руки на полу, делаем шаг правой ногой назад. Это должно очень хорошее ощущение принести, потому что после раскрытия бедр очень приятно обратно вернуться в собаку. И на ваш выбор, если вы хотите еще одну венясу сделать со своим дыханием, пожалуйста, переходим на цыпочки, на вдохе, переносим вес с тела, точно так же, как мы уже проходили, здесь были. Либо уходите в позу ребенка, расслабляя бедра на пятках. Мы в конце все встретимся в позе балансаны, позе ребенка, когда у нас бедра отдыхают на пятках и лоб упирается в мать. Дыхание проходит через ноздри, заднюю поверхность горла опускается в живот, где образуется естественная пауза и потом в обратном направлении, естественная пауза на верхней точке выдоха. Еще один вдох на нижней точке. Вдох и естественная пауза. И естественная пауза на верхней точке выдыха. На следующем вдохе медленно поднимитесь обратно в позу стола. И мы заведем правую ногу перед левой, так чтобы у нас коленки соединились. И вместо гомукасана, как мы ее обычно выполняем, поза лица коровы, мы постараемся свести кости голени вместе. Сейчас будет не очень приятно, может быть, для некоторых из вас. И мы начинаем опускать бедра на пятки и вести руки к нашим бедрам. Ой, бывает иногда болезненные ощущения, потому что в ногах марма, эти как бы ткани и точки марма, они наиболее плотные. Очень сложно в движении праны достигнуть всех, особенно глубинных слоев наших тканей. Вы можете остаться здесь или свести руки вместе. Обратите внимание, сколько напряжения на верхней части плечей, сколько напряжения в районе подбородка, в районе корня языка. Такое же длинное дыхание. На следующем выдохе руки опускаются на пол, вперед их ведем. И теперь заводим левую ногу вперед перед правой. Гомукасана санкатасана, вариация. Голени вместе и начинаем вести руки к бедрам. Садимся. Весом наших бедер на пятки или к пяткам. И такое ощущение должно быть, как будто мы все прижимаем к центральной оси нашего тела. Ладони вместе, в намасте. Или держите их просто на полу, чтобы помочь себе в плане баланса. Глубокое дыхание. Верхняя линия плечей расслаблена. И теперь опускаем руки на пол, если они уже не были на полу. И просто возвращаемся в позу стола. Раскройте колени немножко пошире и, может быть, перейдите немножко вперед в переднюю поверхность мата на коленях. Соединяем пятки и садимся либо бедрами на пятки. Это поза в ажрасан и поза молнии. Можете раскрыть колени немножко пошире, играть по обе стороны и сесть между пятками. Если у вас есть какие-то травмы коленей, пожалуйста, вернитесь в ажрасну или даже, может быть, скрестите голени. Это будет вариант позы. Если вы уходите в ажрасну, позу героя, то руки отдыхают на бедрах и ладони смотрят наверх. Закрываем глаза. Такое же дыхание, глубокое, уходящее вглубь живота. Где образуются естественные паузы в нижней части живота и в верхней. Точки выдоха. На следующем вдохе, если вы закрыли глаза, открываем глаза, мы выпьем динамичный вариант этой же позы. На выдохе правую руку заводим назад, она отдыхает на коврике. И на вдохе упираемся голенями в пол и поднимаем левую руку наверх и вытягиваем бедра наверх. На выдох опускаем бедра, переходим на другую сторону, левая рука отдыхает на полу сзади нас. И вдох, раскрываем грудь. Копчик удлиненный, выдох, опускаемся, переходим на другую сторону. Вдох, поднимаем, раскрываем грудь. Старайтесь точно такую же плавность движений переносить тело, с которым мы начали. Вдох, мы раскрываемся наверх. Копчик удлиненный, выдох, опускаем бедра на пол, переходим на другую сторону. Еще несколько кругов. Почувствуйте, как голени, кости голени создают это приземляющее ощущение в теле, где элемент земли своей гравитацией притягивает элемент воздуха и эфира ближе к земле. Ну и еще раз налево, чтобы завершить круг. И на выдохе садимся. Переведите руки вперед, соедините пятки вместе и раскройте колени еще сильнее. Опускаем бедра на колени и мы перейдем в позу мандукасана или лягушки. Вариант для рук может быть следующий. Мы заводим руки назад и держим за противоположные локти себя. Старайтесь опять-таки не делать такой вариант, когда мы выпячиваем грудь вперед. Мы соединяем как будто части реберной клетки вместе. Если вы можете соединить ладошки, то стараемся обратить внимание, что полная поверхность ладошек соединяется. И здесь, значит, такая же тенденция. Мы пытаемся очень часто свои пречи поднять наверх. То есть почувствуйте, как кости рук расслабляют их вниз. Через вдох вытягиваемся грудной костью наверх. И на выдохе медленно начинаем наклоняться вперед до того состояния, которое вам доступно. То есть либо остаемся здесь, и голова достаточно тяжелая, и тянет торс вниз. Либо полностью опускаемся своим лубом в коврик. И чувствуем, как ощущение приземленности лба передается всему телу. Элемент земли становится более выраженным в костях ног, в костях рук. Плечи абсолютно расслаблены, и расстояние между лопатками большое. В него мы вдыхаем глубоко. Глубокий равномерный выдох. Вдох. Естественная пауза, выдох. Естественная пауза, вдох. Естественная пауза, выдох. После естественной паузы медленно поднимаемся наверх. Следующий, расслабляем руки. Может быть, немножко делаем круговые движения плечами. Следующая поза майорасана. Не пугайтесь, мы не будем балансировать. Это более как бы алинингический вариант выполнения позы. Мы соединяем локти и предплечье вместе. Мы остаемся бедрами на пятках. И руки у нас приходят на одну линию с серединой наших голеней. Йога задавалась мужчинами и для мужчин. Поэтому женщины вариант такой. Либо пуш-ап, либо спортивный бюстгальтер. Это очень легко объяснить, потому что обычно что-то начинает мешать. Вот здесь вот. Поэтому соединяем локти вместе. Расслабляем живот полностью. Даем возможность локтям уйти глубоко в живот. И когда локти уходят в живот, медленно начинаем опускать лоб к полу. Старайтесь держать живот очень расслабленным. И дыхание таким же равномерным и глубоким. Майорасана, как говорит хатха-йога прадипика, избавляет нас от всех болезней. Потому что вот эта вот культивация прана, вот эта вот циркуляция прана по всему телу, сейчас мы ее приносим в центр, в глубь, к нашим внутренним органам. Поэтому обеспечьте глубокое равномерное дыхание. И такое же ощущение расслабленности в голове, в корне языка. И на следующем вдохе медленно позвонок за позвонком поднимаемся наверх. Соедините руки в замок, перекрестите пальцы. И держа предплечья друг к другу, немножко помассируем и прициркулируем в раму наших кистях. Цифру 8 выполняем руками. А теперь в обратном направлении. Может быть. Очень сложно, когда мы себя в одну привычку внедряем, перевести какое-то движение в другом направлении. Расслабляем руки. И теперь скрестите голени и перекатитесь через голени, вытягивая ноги вперед. Можете немножко потрясти ногами, чтобы растрясти, потому что достаточно долго сидели на пятках. Пытаемся сделать так, чтобы наши седалищные кости больше влубились в мат. И вариант, несколько вариантов. Для тех, у кого проблемы какие-то с коленем, просто сгибаем левое колено и стопу правой левой ноги соединяем с правой ногой. Это джаниширшасана. Если нет проблем с коленями, то перекатываемся немножко на правую сторону, загибаем левое колено для Трайанмакайкапада Паши Моттанасана. Наши пальчики левой ноги смотрят в конец мата. И здесь работа так, чтобы обе седалищные кости равномерно углублялись в мат. Потому что неизбежная тенденция будет на одну седалищную кость перекатываться. То есть старайтесь левую седалищную кость немножко опустить. И теперь вы выносим руки перед собой, извините. На следующем вдохе вытягиваемся грудной костью вперед. И без вот этой вот тенденции как бы захватить ногу немножко плавно, даем возможность гравитации, нашу грудную кость и сердце расслабить к правой колени. Глубокое такое же дыхание внутрь, вглубь живота, где образуется естественная пауза, верхняя линия плечей расслаблена. И на выдохе даем возможность воздуху покинуть наше тело. Еще вдох и выдох. На следующем вдохе поднимитесь наполовину наверх. Два пальца, указательный и средний, который образует меру мертвь пальцы, продевая между большим пальцем ноги и вторым пальцем ноги. И делаем глубокое давление обоими пальцами в стопу. Распоторайтесь вытянуть пальцы, чтобы где-то верхняя треть стопы касалась. Создаем давление в эту точку и расслабляем правый квадрицепс. Почувствуйте, как правая седалищная кость практически уходит и удлиняется в заднюю поверхность мата. На следующем вдохе вытяните грудную кость вперед. И с расслабленными плечами начинаете опускаться под силой гравитации, продолжая создавать давление на точку на стопе. Эта точка называется Талла Хридая. Это одна из точек Мармы, которая отвечает за элемент земли в нашем организме. Старайтесь не притягивать себя силой рук к ногам. Полностью расслабить любое напряжение на верхней линии плечей. Корень языка очень часто, когда он напряжен, это означает, что ментальный процесс, умственный процесс, он продолжается в организме. То есть расслабляем корень языка. Даем возможность воздуху очень плавно коснуться задней поверхностью горла, пусть и в легкие, за диафрагмой в нижнюю часть отдела живота и в обратном направлении, где образуется естественная пауза. На следующем вдохе медленно, позвонок за позвонком. Отпустите руки в пол, начинаем переводить свой торс в вертикальное положение. Неважно, либо у вас ноги в джанюшер, щасны, либо в трен, как опада. Сгибаем правое колено и беремся за стопы правой ноги. Вариант краунчасаны, это поза цапли, да, по-русски будет. Держим либо правое колено согнутое, направляем плечи назад и на следующем вдохе пытаемся вытянуть позвоночный столб немного более высоко. Либо остаемся здесь, либо в интенсивности, доступной вам, начинаем вытягивать ногу правую и выпрямлять ее. Старайтесь упираться подушечками пальцев вперед, как будто в невидимую стену впереди себя упираемся. Эта асана, она очень благоприятно воздействует на апанаваю, на вот это вот заземляющее движение праны в организме. Грудь остается раскрытой, глубокое дыхание. Не обязательно нога правая должна быть прямая, она может быть с таким же успехом согнутая, но грудь остается раскрытой. Теперь возьмитесь левой рукой за внешнюю сторону правой стопы, левой рукой за внешнюю сторону правой стопы и правая рука уйдет назад. Правая нога может быть согнутая, может быть так сяду, чтобы вам было лучше видно. Вытягиваемся позвоночником наверх на вдохе и на выдохе, уходя в парбритта кранчасана, делаем скрутку направо. Старайтесь расслабить плечи как только можно больше. Не старайтесь сводить слишком сильно лопатки вместе, а просто расслабьте лопатки вниз. Еще один вдох, вытягивая позвоночный столб наверх и на выдохе. Вдох, возвращаемся в центр, опускаем правую ногу. Немножко переносим вес на правую и выпрямляем обе ноги и потрясем их немножко, потому что застаивается циркуляция в ногах. Может быть круговые движения в лодыжками. И то же самое на другую ногу. Либо джаниши шасана, либо правая колена сгибается, стопа правой ноги к левой ноге, либо перекатываемся на левую седалищную кость, сгибаем колено. Очень важно, чтобы носочки правой ноги смотрели в конец, чтобы не было вот такого варианта, потому что мы приносим риск травмы правому колену. Распределяем вес тела намерно между обеими седалищными костями. И вытягивая руки вперед, делаем глубокий вдох и вытягиваемся грудной костью вперед. И медленно на выдохе позволяем гравитации расслабить плечи к полу, к земле. Я очень люблю, как доктор Свобода говорит, что старые тексты по йоге, они говорят, что само желание идеальности, само желание перфекционизма, само желание принять какую-то позу, где мы выглядим так красиво, это и есть препятствие на пути к духовному росту. Потому что йога для того и создавалась, чтобы мы медленно, шаг за шагом, соединяя свое дыхание с своим телом, просто наблюдали за собой. Это в конечном счете наше тело и наш разум, и наше дыхание становятся тем полем, курукшетрой, как в Бхагавагите говорится, где мы продолжаем себя исследовать, свою жизнь, свои тенденции, свои привычки. На вдохе медленно поднимаемся наполовину наверх, два, меру мир пальца, протягиваем между пальцем большой, большим пальцем и вторым пальцем и создаем давление, вытягивая пальцы вниз на точку в стопе. Старайтесь создать достаточно сильное давление, чтобы так ощущалось. И расслабляем левый квадрицепс, и почувствуем, как левая седалищная кость вытягивается еще сильнее к концу мата. То есть мы в буквальном смысле удлиняемся по левой стороне. На вдохе вытягиваем грудную кость вперед, и на выдохе даем возможной гравитации, просто нас расслабить к левой ноге. Приведите свою осознанность к большим ощущениям, где находятся большие ощущения в теле, куда они уходят. Возникают ли они в задней поверхности левой ноги, есть ли это ощущение напряжения в верхней линии плечей. И от более больших ощущений старайтесь перенести свою осознанность к маленьким ощущениям, к ощущениям, едва заметным нашему сознанию. Может быть, это ощущение лба, собирающегося в морщинки. Может быть, это ощущение в корне языка и какого-то минимального напряжения там. То же самое дыхание, с которого мы начали. На следующем вдохе медленно поднимаемся наверх, сгибаем левое колено и беремся за стопу левой ноги обеими руками. Я еще раз повторяю, что не обязательно выпрямлять левую ногу, мы просто можем оставить левую голень параллельно полу и стараться вытянуться макушкой головы наверх. Либо находимся здесь, либо медленно начинаем выпрямлять левую ногу до той степени, которая доступна вам. Не обязательно выпрямлять ногу полностью. Вытягиваем позвоночный столб наверх, создаем расстояние между позвонками. И теперь правую руку беремся за внешнюю сторону левой стопы. Левая рука уходит назад. Прежде чем мы проходим в скрутку, мы необходимо вытянуть позвоночник. На следующем вдохе вытягиваемся макушкой головы вверх и на выдохе поворачиваемся налево. Глубокое дыхание в нижнюю часть живота, живот расслаблен. На вдохе возвращаемся в центр. Медленно опускаем левую ногу, перекатываемся на левую часть и выпрямляем правую ногу. Встряхните обе ноги и соединяя ладошки вместе, медленно позвоном за позвонком. Может быть, немножко перейдя в начало мата, начинаем опускаться вниз. Позвонок за позвонком. Такое же глубокое, равномерное дыхание. Если есть такая у нас возможность немножко сделать свет менее ярким, будьте любезны, пожалуйста. Расслабьте полностью ноги, кости ног, кости рук. Обратите внимание, как кости ног у нас становятся более тяжелыми. Может быть, развините ноги пошире и наружу внутрь несколько раз. Поверните ноги, ладошечку присмотреть. Наверх, закрываем глаза. Почувствуйте, как кости ног, голени, коленные чашечки, кости ногой. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 В сторону и к ребрам, вверх и вниз, вперед-назад. И по мере углубления дыхания и расширения его, мы медленно возвращаем наше тело к жизни в более активную. Фазу нашего сознания. И может быть по мере углубления дыхания начнем совершать маленькие движения руками, пальцами, ног и рук. Движения медленно становятся немножко больше, переходят в стопы, руки, предплечья. В конечном счете они растут и может быть мы согнем колени и приведем стопы на пол. И повернемся на левую сторону. И еще несколько мгновений будем находиться здесь, приводя все свое сознание к текстуре и к движению дыхания внутри нашего тела. Дыхание ровное, глубокое, уравномеренное. Теперь медленно упритесь руками в пол и, начиная возвращаться в сидячее положение, сделайте так, чтобы голова была последней, которая вытягивается наверх. Медленно закрытыми глазами переместите себя, чтобы смотреть лицом вперед в начало мата и скрестите ноги в удобную для вас воду. Мы соединим ладошки около груди, около нашего колыбели сознания, место предаем. Мы с глубокой благодарностью всем нашим учителям, нашим семьям, которые дали нам возможность сегодня прийти и посвятить время себе, нашему телу, которое позволило нам совершить практику физическую на уровне дыхания и тела. И с благодарностью возможности быть исцеленными через наши намерения и через практику. Наклоните голову к своему сердцу. Намасте. Спасибо большое. Прелестуйте себя в своем дне. И спасибо большое Наде, которая нам сегодня ассистировала. Я желаю вам замечательного дня и очень рада быть вас. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.